Законодатели моды на здоровый образ жизни встретились в областном центре в седьмой раз. В 33-й школе прошел форум «Здоровое поколение». На протяжении года ученики разных учебных учреждений разрабатывали проекты, предлагая полезную альтернативу алкоголю, сигаретам и наркотикам. Идеи пропаганды абсолютно разные. Абсолютно разные. То есть из-за здоровой пищи, у нас вот как раз разговор о здоровом питании. И какие можно разминки во время уроков провести. То есть какие-то новшества от детей, которые они предлагают, как можно вот именно в школе развивать здоровый образ жизни. На итоговом мероприятии члены жюри определили пять победителей. На сцене учитель физкультуры и будущая мать Юлия Муранова. Живое воплощение тезиса о здоровом образе жизни. Своих учеников она учит заветам поэта Маршака. Вот есть такой поэт, как Самуил Яковлевич Маршак. Он в своих произведениях писал среднестатистического 20-летнего парня. Он описывал как взрослого, плечистого мужчину, который носит знак ГТО. Идея школы номер 8 по борьбе с вредными привычками – занять детей спортом. Точнее, чирлидингом. Ребята из команды уверяют – тренировки занимают все их свободное время. На глупости не остается ни сил, ни желания. У нас в команде очень много спортсменов. То есть мы не пьем, мы не курим. У нас очень здоровая команда. Вот мы все собрались, и теперь мы это все воплощаем в вам жизнь. Вместо того, чтобы курить, пить и так далее. Ежегодно форум собирает все большее количество участников. В этот раз проекты представили 100 школ из всех муниципалитетов. Конкурс, рассказывают организаторы, полезен и с точки зрения патриотического воспитания. Здоровое поколение – сильная Россия. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.